Дорогие друзья, приветствую вас и очень благодарна за теплый прием здесь в Томске. Для меня большая радость сегодня поделиться с вами знаниями, тем, чем я занимаюсь около 15 лет. И мне бы хотелось, вот как я, у меня сегодня первая лекция, надеюсь, не последняя, в цикле знаний. То есть, да, это по разным городам будет происходить. И я очень надеюсь, что этот наш российский замечательный проект будет практически конкуренцией или перехлестнет TEDx. Так что давайте мы вместе все поддержим эту инициативу, которую наше государство организовало. Я сегодня вам расскажу о том, что знаю очень хорошо. Знаю очень хорошо, потому что сама являюсь тревожным человеком и не понаслышке знаю, что такое тревога. Несколько слов о том, каков мой путь на сегодняшний день. Как медик, я выучилась в первом меде в Москве. И, вы знаете, вот если прочесть так все сплошняком, будет казаться, что очень плавная такая траектория, понятная, очень логичная, какая-то, может быть, даже амбициозная, чересчур, может быть, даже кому-то покажется. Но на самом деле на этом пути встречалось немало очень интересных загадок. Я вот что вам скажу. То есть когда я пришла в медвуз, я вообще не знала, каким я буду врачом. Единственное, что мне хотелось, это помогать людям. И через годы мытарств и проб себя в разных дисциплинах, от хирургии до акушерства гинекологии, офтальмологии, неонатологии даже, и каких-то даже отстраненных от непосредственно тела человека дисциплин, я случайным образом наткнулась на понимание, что мне всегда была интересна психика человека. И когда по воле случая у меня не случился автомат по психиатрии, я решила как перфекционист, что пойду я на кружок, там я отработаю полгода, и мне дадут балл, чтобы пятерку свою получить. И когда я попала на психиатрию, которая изначально, так сказать, не зашла на кружке, я окунулась в то, во что и так была погружена с детства. Интерес к психике человека и как дальше выяснится именно тема тревожности. Я захотела стать психотерапевтом, но перфекционистское мышление уже отмечаем. Чтобы стать кем-то хорошим, нужно освоить что-то очень основательно. Я пошла в психиатрию. Психиатрия – это описательная дисциплина, клиническая дисциплина. В классической академической российской психиатрии понятия психотерапия не было на тот момент, когда я завершила ВУЗ. То есть очень новые психиатры с психотерапевтами были. Я погрузилась в дисциплину, стала клиницистом хорошим, диагностом, и практикующим врачом, который прописывает таблеточки. Где же здесь психология? Психология меня настигла дальше, потому что свою мечту, идею я всё время тестировала, вот эту идею на жизнеспособность. И оказалось, что когда я зачитала диссертацию по теме, которая меня сама нашла, вы наверняка знаете, что темы нас находят, потому что они про нас. Есть такое понятие в науке. Тема моей диссертации была посвящена тревожным депрессиям и расстройствам личности. И этим я занимаюсь до сих пор, но с разных сторон. В моей жизни появилась психология, в моей жизни появилась нейробиология. Надо отметить, что в классической психиатрии пока нет основательного изучения нейробиологии. И то, что делают современные психиатры, это, так скажем, собственная инициатива и постоянная необходимость пополнять знания самостоятельно. С этим мы и сталкиваемся. Те, кто решают, так сказать, двигать науку в нашей стране в этом плане, я очень себя надеюсь, что причисляю к ним или все остальные ко мне. И, наконец, когда я уже начала практиковать как психотерапевт, я поняла, что помимо лекционной моей деятельности, педагогики, да я доцентом пять лет была на кафедре первого меда, преподавала студентам и врачам психиатрию, которые повышали себе квалификацию, мне ощутилось так, что моя миссия скорее просвещать не моих коллег, а людей вокруг, то есть снижать стигму в населении, чтобы понятие психиатр не было страшным, чтобы, видя живое лицо человека, ну, типа меня, или моих, например, коллег, которые я к себе в передачу пселекторий, можете загуглить, посмотреть на ютюбе ролики, приглашаю, что это живые, мыслящие, энергичные, простые, современные люди, которые очень любят то, чем занимаются. Вот. И, собственно, популяризация пришла в мою жизнь. И, наконец, моя практика, все расширяющаяся аудитория, с которой я работаю, моих пациентов, я дальше расскажу, с чем они ко мне приходят, позволила прийти в мою голову идея о создании собственного центра в Москве. Он только открывается, мне ищите сайт, не найдете, он в разработке. Итак, поехали. А, ну вот, собственно, я тревожная, да, которая еще с детства задумывалась о том, как же мне жить дальше, видите? Маленький ребенок, который немножко отличается от других. Рассмотрим с вами, как обычно работают психотерапевты, да, с чем сталкиваются сами пациенты, когда к психотерапевтам приходят. Во-первых, можно затронуть само расстройство. Вот, пришел человек с тревожным состоянием, и его мы лечим, допустим, используем медикаменты, либо даем какие-то психотерапевтические техники пациенту, чтобы он в моменте на ближайшее время успокоился. Так работает ряд специалистов, это существует. Да, следующий шаг – это попрощаться с пациентом, с клиентом. Гораздо класснее, так скажем, если специалист работает в глуби, ну, или в глуби тоже можно, и так самоиронично сказала, когда изучается не только текущее состояние, но и все, что с человеком происходило до. Некая история, некая глубинная связанная логически система, которая становится понятна и самому клиенту-пациенту, и специалисту, и тогда, возможно, помимо текущей проблемы, которая, скорее всего, стала результатом предыдущих историй, развелась, ее разрешить. И получается, что в идеале, да, как это здорово, от чего лично я кайфую в своей работе, это когда пациент приходит ко мне с тревожным расстройством или с депрессией, а уходит с новой профессией или с обновленным взглядом на жизнь. То есть некий такой бонус, о котором он даже не подозревал. Почему тревога, почему депрессия, почему тревога вообще сегодня актуальна? Да потому что это самые распространенные, если говорить про расстройство, состояния, именно тревожные, депрессивные. Связь тревоги и депрессии мы дальше с вами разберем. И я решила свое внимание именно на этой категории остановить. По-разному можно относиться, да, там специалист лечит все патологии, там биполярное расстройство, шизофрению, всевозможные другие отклонения, разный возраст берет к себе в практику. Я решила, что надо сузить и максимально сконцентрироваться на одном. И как показывает практика, это работает. Так вот число расстройств, которые относятся к патологии эмоциональной сферы, в современном мире большинство. И, собственно, что такое эмоции? Давайте уже сразу к делу перейдем. Я очень надеюсь сегодня, что из меня, мое творчество вам выльет практически важную лекцию, практически важные знания, которые вы унесете с собой в будущее. Не просто какую-то теорию или популяризаторские справки из научной литературы. Нет. Давайте сразу за дело. Значит, эмоции – это то, на что мы опираемся в жизни, что помогает нам сориентироваться и принимать решения. Важная находка в нейробиологии – это то, что мы сначала испытываем эмоцию и эмоциональную реакцию, чаще всего телесную, а потом осознаем, что мы испытали эмоцию или вообще попали в какую-то ситуацию. Прошу ваше внимание на этом заострить. Тревожная реакция, именно реакция страха или неясного страха, то есть тревоги, зарождается в такой зоне мозга, как менделевидное тело. Вы видите слева, она занимается процессингом, то есть сортировки стимулов, которые к нам попадают из разных органов и систем, визуальные, аудиальные, всякие прочие, сортируют информацию на опасную либо безопасную. По сути, если говорить о том, что есть тревога, то в своем таком изначальном виде это любое ощущение небезопасности. По сути, тот диапазон разнообразия названий, которые мы эмоциям негативным и позитивным придали, всем этим занималась префронтальная кора и другие зоны мозга, которые называли эти эмоции, занимались нюансировкой, добавляли туда немножечко поэзии и так далее. Но по сути, эмоцию мы чувствуем лимбическим мозгом, который погружен вглубь, вглубь под корой головного мозга. Она и сортирует то, что к нам приходит. То есть смотрите, о чем я говорю. Когда мы попадаем в ситуацию, не мы решаем, что происходит и как нам реагировать, а наша биологическая система, которая уже к моменту попадания в эту ситуацию имелась. то есть изначально наши реакции неуправляемы, и возможно их затем сделать осмысленными. Этим занимаются осмысляющие зоны, префронтальная кора, где-то вот здесь примерно над началом бровей, так сказать, над бровными дугами. Полосатое тело у нас закрепляет привычки, навыки, паттерны поведения в связи с эмоциями. И здесь еще не нарисован гиппокамп. Это зона, которая хранит воспоминания. И непосредственно эмоции с памятью очень связаны. Представьте, что мы ходим с такой внутренней картой себя самих, которую мы, как правило, не замечаем, мы ее не идентифицируем, не изучаем, не распознаем. Но она, когда появляются какие-то на нашем пути ситуации, дает о себе знать в виде реакций, которые могут быть связаны с нашим прошлым. Это травматический опыт, которые могут быть связаны не с травматическим, а просто с опытом. То есть наши неосознанные суждения и предвосхищение реакции на те или иные стимулы. Если говорить о том, насколько люди тревожны, то все люди тревожны по-разному. Но есть более тревожные люди, есть менее тревожные. Большое число научных данных, как психологического порядка, так и нейробиологического порядка, говорит о том, что люди, которым свойственна тревожность, у них гуще нейронные связи между нейронами, так скажем. Импульсация между нейронами может проходить быстрее. И право-лево-полушарные связи их тоже по числу больше. Как показывают наблюдения вот эти исследования, то люди креативные относятся к той же категории и, как правило, имеют тревожность. То есть, смотрите, связь креативности с тревожностью, она подтверждается нейробиологически. И вот один из проектов, в котором я сейчас участвую, Институт музыкальных инициатив создает методичку для музыкантов, чтобы они заботились о своем психическом здоровье. И мы там об этом активно говорим, что музыкант или художник, или поэт, писатель очень часто тревожный. Там вот эти цифры появления тревожно-депрессивных состояний гораздо больше, чем в популяции. Два раза, а то и в три. То есть, это такие коррелирующие данные. Так вот, от чего зависит тревожность и как она формируется. Вообще, любой характер зависит от двух компонентов. Личность, так скажем, в широком понимании. Значит, биологическая основа и то, что мы приобрели с опытом. У людей тревожных изначально биологическая предрасположенность к тревожности высокая. Она предопределяет восприимчивость и чувствительность, неточность восприятия стимулов. Что это значит? Что тревожные люди быстрее из окружения своего выцепляют потенциально угрожающие или опасные стимулы. Например, тревожный человек может растревожиться, что стул пустой здесь стоит. А почему? А что? И на объективно нейтральные стимулы поставить флажок возможно опасно либо вообще опасно. То есть сортировка происходит в негативную сторону. Это защитный механизм. Защитный механизм, чтобы себя обезопасить на всякий случай. Но, к сожалению, происходит не очень полезная вещь. Мы с вами дальше о ней поговорим. Это запоминание искаженной информации и избегание и идентификация угрозы там, где ее нет. В итоге это приводит к тому, что там, где человек мог бы сделать шаг навстречу той самой ношения определенности и научиться новому, его мышление, его эмоциональная система, которая, как мы понимаем, выстреливает в первую очередь без нашего активного осознанного внимания, она будет нас защищать от развития, в кавычках защищать. То есть это будет то, а любое избегание это начало, пособник тревожно-депрессивных состояний. Проблемы не решаются, они накапливаются, человек входит в еще большее тревожное прогнозирование, идентификацию всяких обстоятельств неприятных и в итоге собственно тревожное состояние и возникает, а следом за ним и депрессивное. Но тревога это не только психоэмоциональный комплекс, да, чтобы мы прекрасно понимали с чем я активно сталкиваюсь в своей практике, у тревоги есть вегетативный компонент телесный и он связан с активацией симпатической нервной системы. Если вы люди любознательные или может быть вы интересуетесь психологией или работой мозга, вы слышали например такого лектора замечательного как Роберт Сопольский, он любит рассказывать про зебру, которая убегает от олива в саванне и на короткое время, чтобы сделать этот активный рывок и спасти свою жизнь и необходимо стимулировать в организме вот эту симпатическую нервную систему. Она нам позволяет выжить в стрессе, убежать от проблемы в прямом смысле и спастись, выйти из ситуации живым. Физиологически, чисто субъективно, этот процесс вызывает неприятные ощущения в теле, сердцебиение, одышка, головокружение, потоотделение. Я вам сейчас описываю может быть кому-то знакомые симптомы панической атаки, но это обязательные проявления любой тревоги, особенно острой тревоги. И получается так, к сожалению, когда люди не осведомлены, не идентифицируют свои проблемы в жизни, страхи, не решают их, то их внимание концентрируется на ощущениях в теле. И появляется новое расстройство, с которым врачам приходится бороться. Это серьезная проблема в медицине. Называется ипохондрическое расстройство, либо область психосоматики, где мы описываем самотоформные, то есть похожие на телесные заболевания расстройства. А то и бывает, что расстройств вообще нет. То есть какую-то долю нагрузки на медицинский сектор оказывают люди, которые просто тревожатся и переживают из-за того, что у них колотится сердце. Кстати, об этом и о депрессии я сегодня буду продолжать говорить. Как бы такая получается логическая цепочка из двух лекций в сибирском медицинском вузе в 16.00. Если будет интересно, приходите. так и более того, продолжим про бегущую зебру. Если зебра бежит пять минут ото льва и в итоге спаслась, то система оправдана, она спасает человека, при этом отключив другие жизненно важные органы и функции. Но если тревожность, то есть переживание из-за того, что есть угроза, а как мы уже начинаем догадываться, скорее всего, она возможно имеется и может быть даже вообще не имеется, человек продолжает волноваться, он остаётся в стрессе, стресс как адаптивный физиологический процесс переходит в дистресс и начинаются патологические неправильные изменения в организме, которые приводят к серьёзным поломкам, вплоть до изменения гормонального фона, нарушения обмена веществ, повреждения органов, системы органов. Если мы говорили про острую тревожную реакцию как функциональный, то есть безопасный для организма процесс, оправданный, чтобы спасти, лечить. И вот получается, что тревога как эмоция, которую мы ещё не умеем распознавать и что-то с ней делать, очень рискует в неосознаваемом уме человека, организме перейти в хронический стресс на медицинском птичьем языке это называется дистресс. И в любое из этих расстройств, спектром которых я занимаюсь, я вам честно скажу, иногда вообще невозможно понять чистая депрессия перед вами, чистое тревожное расстройство или это чистая психосоматика. Таких чистых вариантов не бывает. и поэтому это всё про одно и то же по сути, про систему мышления человека, в которой он не очень что-то идентифицирует и что-то не так делает. И мы с вами дальше разберём, что же не так. Ну, ещё один слайд про психосоматику, чтобы вы оценили связь тревоги с телесными процессами и, возможно, запомнили это лучше. Я привела одну из статей, их на самом деле большое множество, и не только у женщин это обнаруживается. Но вот когда-то я видела эту новость про госпожу леди Гагу, что ей поставили значит фибромиалгию, а это такое неприятное ощущение, когда болят мышцы в теле, в покое или в движении. очень неприятное самоощущение, оно связано с каким-то таким спазмом, тонусом в мышцах. И в неосведомлённом, в неосведомлённой среде такого рода состояния считаются таинственными, какими-то покрытыми флёром, психосоматическими состояниями. А на самом деле речь идёт о чистой тревожности, стрессе, в которую попала госпожа Леди Гага. И я всё думаю, господи, неужели ей не нашлось ни одного психотерапевта, чтобы помогли. Слава богу, это двухгодичные давности события, она уже снова на сцене, как мы знаем. Видимо, нашлись. Так вот, тревожные состояния ли, психосоматические ли, либо депрессивные, как мы это уже тоже начинаем лучше понимать, это всё верхушка айсберга. Это не то, чем надо на самом деле заниматься. Если бы вы были врачом, и к вам пришёл такой человек, вы бы сказали, ну, понятно, мы сейчас вам панику вылечим, депрессию тоже уберём, а вот, голубчик, дальше следующий шаг это разбираться с тем, что вас в жизни волнует, как вы дошли до жизни такой, сформулировали бы какая-то жизнь и начинали бы с ней что-то делать. Это я про роль психотерапии уже говорю. То есть всегда тревожное и депрессивное состояние, любая тревога, это что-то нераспознанное, нерешённое, скорее всего, накопленное за счёт нераспознавания и избегания как итог, и в итоге возможно заблуждение по поводу тех или иных вещей в жизни. Сейчас будем с вами примеры всякие разбирать, ясней поймётся, так скажем. Значит, то, что приводит к неприятным состояниям, которые мне приходится и моим коллегам лечить, это прежде всего мыслительный такой паттерн, который называется avoidance, избегание. По сути, человек либо предполагает что-то, что его ожидает и не делает дело, чтобы себя развить, что-то там понять, либо он просто вообще не догадывается, потому что, знаете, туда и не думал. и по сути получается, что та сфера, за которую человек не заглядывал, есть неопределённость. Неопределённости боятся большинство, я скажу прямо, все боятся, те, кто попадает в итоге к психотерапевтам и психиатрам. И что это такое? Неопределённость это когда мы не знаем, что нас ждёт. И по этому принципу можно поделить людей например, на три категории. Они условные, я надеюсь, так вот, на предвосхищение, если подумать. Скорее всего, эти принципы потом нейробиологически, биологически подтвердят. Значит, избегание и неопределённость. Сейчас это будет дальше, но я вам кое-что ещё покажу. Вот. А давайте мы сейчас выйдем из этого погружения в психологию, паттерны мышления, там, принципы осознавания чего-то. Возьмём просто бизнес-литературу. Возьмём то, что происходит в окружении в нашем, в том, что экономисты, например, пишут. Вот господин Насим Николас Талиб написал две книжки. Первая была «Чёрный лебедь». Он рассказывал про то, что вообще-то хаос надо любить, то есть неопределённость надо любить. И тогда вам будет счастье. Это вообще необходимый навык любить неопределённость, говорит Насим Николас Талиб. Вторую книжку, ещё толще и основательней, он написал про антихрупкость, которая с первого понятия, с первого приближения непонятно, что это такое. Я вам сразу скажу, он имел в виду пластичность, пластичность мышления, адаптивность мышления. Мы с вами дойдём до этого. И вы знаете, поразительная вещь. Он пишет, что это нужно, но вот нигде не написано, как этого достичь. И я бы дала, если бы я дала моим пациентам, которые из дома выйти не могут, вот эти книжки из-за тревоги выйти не могут из дома, вот эти книжки, чтобы они их почитали. Я думаю, они разберут на страничке, чтобы окна заклеить, так и сказать, дует. Закрой окно, а то жизнь дует. Понимаете? Им вот это представить даже сложно, что вообще неопределённость можно любить. Итак, как выглядит типичный самый-самый тревожный человек, которому, скорее всего, уже нужен нужна помощь. Я этот принцип называю, во-первых, мы с вами сейчас рассмотрим, а писательная часть была заложена в моей диссертации. Значит, понятие такое я модель придумала. Называется модель тревожной бабушки. Смысл какой? Вот вы внук или внучка нашей гипотетической тревожной бабушки. Мышление такой бабушки построено таким образом. Она работает на предвосхищение, чтобы избежать опасности. То, чего нет, её мозг делает активно потенциально опасным. Информация, которая имеется фактически, тоже скорее будет отнесена к чёрной коробочке. Мы тут делим всё. Помните, у нас медалевидное тело на опасные безопасные стимулы делили. Вот сейчас мы продолжаем вот этого принципа. Значит, медалевидное тело, гиппокамп, вообще вся лимбическая система, сразу скажу, без контроля внимания бабушки, её, так сказать, несёт бабушку нашу, это мышление её занято тем, чтобы идентифицировать опасность даже там, где её нет. На выходе это выглядит так. Бабушка названивает внуку или внучке и требуя, чтобы её проинформировали достоверной информацией, что с внуком или с внучкой всё окей, да? То есть получается некое такое делегирование, обслуживание собственной тревоги другим людям. Ну, это второй разговор. А смысл в том, что бабушка накручивает себя бесконтрольно и проблему не решает. Если мы сядем с ней, вот сюда, например, возьмём её за ручки и спросим, твоя Маша хоть раз в КПЗ попадала, ты знаешь её друзей, с которыми она, скорее всего, сейчас в 9 вечера ещё светло лето гуляет? Знаю. Какова вероятность, что она не посмотрит направо, налево при переходе дороги? Какая дорога? Вот парк у нас вышел из двора, сразу в парк попали. То есть когда мы уже начнём с вами модерировать эту ситуацию, бабушка успокоится, но сама она это сделать не может. Так вот, пациенты, в итоге, которые ко мне попадают, люди и становятся пациентами, вот этот принцип мышления у них и есть. И смотрите, то есть получается, информация, которая поступает извне, сортируется скорее как негатив. Чтобы человек был спокоен и идентифицировал события или ситуацию как безопасную, это должно быть по его критериям очень, прям вот идеально выточенная ситуация, чтобы человек сказал, да, всё, всё идеально. Что ещё характеризует вот этот принцип мышления? Этим людям нужно, чтобы всё было максимально регламентировано. Вынь доположь, чтобы было так, как вот именно ты подумал. Вот если вы встречали людей, и может быть наверняка и говорили, ой, он такой категоричный, вот только так, как он скажет надо, чтобы было сделано. Как правило, это люди тревожные. То есть они интенсивность своей психики, всю мощь её обрушивают на то, чтобы ограничить своё восприятие мира, чтобы оно умещалось в эти категоричные лекала, чтобы себя не обеспокоить. Почему? Потому что если будет иначе, то ситуация попадает вот в промежуток между коробочками, неопределённость. Если я не распланировал день на сто пятьсот пунктов, не выполнил их, если что-то, кто-то там, соседские Дмитрий Павлович постучал ко мне и сказал, а сахарку не найдётся, пока я там дописывала работу какую-нибудь научную, если он вклинился в жёстко регламентированный моим мышлением план, всё, я в дисфории, то есть я раздражена этой тревогой и раздражением. И более того, я сразу ситуации все, так сказать, отношу уже к негативу. Я не справлюсь, у меня не получится, и вообще какой негодяй это Дмитрий Павлович, какой сахар вообще надо выкинуть его к чёрту. Очень ограничивающее мышление. То есть с одной стороны мышление человека, пытаясь всё регламентировать, пытается управлять этим хаосом, этой неопределённостью. Но именно этот принцип и лежит в основе того, что это будет неэффективный паттерн. Он приводит к избеганию, к обновлению системы, к возможности добавить в систему что-то новое, что эту систему разовьёт. Это крайний такой вариант, уже категоричный. По сути, это модель человека в глубоком неврозе, когда мышление так возникает. Если взять пациента, помните, я упоминала, что там есть у меня кто из дома выйти не могут, они вот уже так мыслят, а могли изначально мыслить вот так. Эту модель можно лучше представить себе на модели очень исполнительного, пунктуального бухгалтера, который на своём месте работает уже более 15 лет. И всякий раз, когда этого бухгалтера пытаются повысить, там сделать, допустим, главным бухгалтером, включается система защиты. Почему? Протест я не могу выполнять больше, чем я привык. Здесь тоже остаётся вот эта вот регламентация, этот принцип распределения всё вот так последовательно, точно, чётко, стопроцентно. Кстати, если здесь нужен 200-процентный результат, чтобы психика успокоилась, ну так, навскидку, то здесь стопроцентный. Вот чёрное-белое мышление, то самое, мы и обсуждаем. Значит, опаздывать плохо, всё выполнять чётко нужно, цифры должны сходиться, промежуточного варианта нет. Если я не успеваю сегодня доделать работу, я буду сидеть до ночи, я не позволю себе, потому что вообще-то план расписание, список, регламент, сетка, лекала и, ну, грубо говоря, мыслительная тюрьма вот такого человека в голове происходит. тот же принцип, он, как мы уже понимаем с вами, не очень адаптивный и ограничивающий. И здесь вот эта непереносимость неопределённости возникает каждый раз, когда в систему пытаются внести что-то новое. Когда бухгалтеру предлагают, слушай, ну, дорогой, ты столько трудишь, у тебя такой колоссальный опыт, возьми уже ещё три отдела, пожалуйста. это не подойдёт, потому что три отдела это новая нагрузка, это новые, это новые люди, новые цифры, система будет сбоить и не будет эффективной. Если такой бухгалтер возьмёт себе эти три новых отдела и не справится, то попадёт сюда. Третий вариант перфекционизма я вам потом расскажу, попозже, вернее, вы мне сами про него расскажете, а я вам буду подарки раздавать у нас сегодня, кстати, планируется беседа в конце нашей встречи. Мы будем разбирать какой-нибудь ваш кейс тревожный, вместе там будем сидеть. Я буду дарить классную сумку, что нового ты узнал за сегодня. Очень актуальная для сегодняшней лекции лозунг. И у нас здесь ещё два пауэрбанка есть таких полезных в быту. Итак, что же говорят тренды в современной психологии и популярной психологии и футурологии? Заходите в книжные, там всего этого навала. Это вот два заголовка из какого-то футурологического бизнесового форума, который будет скоро когда-то там. Просто поискала на скидку, чтобы вам привезти. Как перестать предвидеть будущее и полюбить неопределённость? Предвидение это как раз попытаться это всё узаконить, жёстко регламентировать, как два наших предыдущих варианта мышления. И полюбить неопределённость. Не знаю как. Креативность навык будущего, говорят они. Хорошо. Очень звучит красиво, но как этого достичь непонятно. Вот, кстати, книжка ещё одна интересная. Она здесь не высвечивается. К сожалению, я вам так её скажу. Леонард Млодинов называется «Эластичность». Если интересно, почитайте. Он там пишет про то, что наш мозг это очень пластичный орган. Он постоянно, в нём происходит видоизменение, пересоединение нейрончиков из разных зон с другими, по которым течёт смысл, темы, возможности адаптации и так далее, воспоминания, навыки, умения и всё такое прочее. Но как этого достигнуть? Давайте решать вместе. И вот, наконец, мы с вами переходим к непосредственно практической части, чтобы то, что мы уже поняли, использовать. Помните, мы с вами говорили, что в лимбической системе происходит то, что нам незаметно, и это руководит нашей жизнью, пока мы не замечаем этого активно. И нам нужно с вами, чтобы префронтальная кора, то есть осмысляющая зона нашего мозга, активнее влияла на лимбическую систему. То есть, к примеру, лимбическая система говорит, что в темноте, когда мы проснулись посреди ночи, лежим с открытыми глазами, на рисунке, на узоре обоев, мы увидели страшную сову, которая на нас сейчас выпрыгнет. Значит, наше мышление, чтобы успокоилось и увидело, что это не сова, а просто очертание рисунка, которое мы приняли за сову, этим занимается префронтальная кора, то есть тормозит лимбическую систему, и стимул, распознанный как негативный, инактивирует. То же самый принцип нам нужен, чтобы в целом тревоге, который в жизни у нас есть, был сформирован. Ну, например, вас волнует, как вы реализуетесь в жизни, или вас волнует, что о вас думают родители, или вас волнует, как вы сдадите сессию и так далее. Это не сова на потолке или стене, это нечто другое. Но чтобы успокоиться, принцип тот же. Давайте рассмотрим, какой. А, вот здесь, кстати, про техники осознанности говорится, наверняка слышали вот mindfulness, медитации. Слышали, ребята, такое? Может, кто-то практикует? Вообще, забегая вперед, скажу, что современная практическая психология очень серьезно соприкасается с восточными учениями. и ряд методик, современных методик так называемой когнитивно-поведенческой психотерапии, у нее есть несколько волн развития, имеют в своей структуре прям буквально скопипащенные заимствованные техники буддистских практик, из конфуцианства взято, из даосизма. Вот. И почему? Это не потому, что нам делать нечего, и все устали, или что-то хотят новенькое, или развлечься какой-то там эзотерикой, а потому, что принципы, которые веками и тысячелетиями складывались на Востоке, ряд из них, я не говорю все, ряд из них соприкасаются с тем конструктивным мышлением, к которому нам следовало бы прийти, чтобы нам жилось лучше всем. Так вот, навыки осознанности, это малюсенькая часть из всего, но самая популярная, о чем говорится здесь, что вы, когда концентрируетесь на дыхании при медитации, то вы успокаиваете ум фактом перевода внимания и концентрации на чем-то одном. Когда мы тревожимся, мы тревожимся хаотично. Наш мозг заполнен мелькающими, вспыхивающими образами и мыслями, которые нас пугают, да, вот лимбическая система, преступная группировка, этот самый, менделевидное тело с гиппокампом нам все время продуцирует, кто тревожный особенно, вот этот весь вихрь. Но чтобы это успокоить, нужно сконцентрировать внимание. Это прекрасно. действительно методологии специально разработанные и как показывает визуализация мозга, да, мы наконец можем увидеть мозг, слава тебе, Господи. Я к чему это все говорю? Потому что психотерапия, психиатрия, психология это одна из немногих дисциплин на нашей земле, которая не видела предмет, с чем мы занимались, да, мы все описательным практиками занимались. А теперь мы наконец видим это все. Так вот, осознанность увеличивает толщину префронтальной коры, то есть той зоны, которая контролирует лимбическую систему, чтобы она не разбушевалась. Но, а, ну да, собственно, нам ее надо усилить для того, чтобы тревогу самостоятельно гасить. Что же мы будем делать? Я вам сейчас расскажу принцип психотерапии. Это нигде ни в одной книжке не написано. Но по сути все психотерапевты занимаются этим. Я очень стремлюсь к лаконичности и, знаете, отделяние главного от второстепенного, особое удовольствие в моей работе. И чтобы сделать некие принципы понятнее, я вот так вот попыталась систематизировать, как вообще выглядит работа с тревогой и по сути любая психотерапия. Значит, в начале, когда мы имеем, мы признали себе, что мы тревожимся, наша задача уже начать обращать внимание, то есть активизировать нашу префронтальную кору и замечать свои эмоции. То есть, если они раньше были с нами, знаете, так, незамечаемыми нами, на моем птичьем языке, это называется эгосинтонны, то есть, как бы, я их от себя не отделяю и вообще не думаю, что на это надо внимание обращать и что вообще можно было по-другому, мы теперь начинаем их замечать. Вот как вы собираете пазл, да, мы не собираем его линейно, мы находим рандомные фишечки, вот эти пазлинки, и начинаем их как-то крутить, вертеть и думать, куда их приспособить. Точно так же мы начинаем поступать с нашими эмоциями, чтобы начать их замечать. Вот здесь, кстати, где у нас товарищ, я хотела вам просто такую немножко историю добавить, воображаемую. Представьте, что вы десантник, вы спустились на некую неизведанную вами территорию в темноте ночи. У вас есть в руках фонарик. Что вы будете делать? Что делают десантники, когда их спустили на землю? А? Они изучают территорию, они не строят окопы, не сидят, не боятся, не закрываются. У них задача освоить вообще, куда пришел, что делать, как. Пока нет, попозже. Спасибо. То есть его задача изучить местность. Вот мы с вами будем теперь изучать местность. Когда мы начинаем замечать свои эмоции, это вот как вот эти пазлинки. Мы собираем, чтобы понять, что нас вообще волнует. В начале нашей встречи я вам рассказывала, что мы эмоционируем о том, что записано уже в нашу историю, в наш, ну вот сейчас модное понятие сторителлинг, что ли, да? В наш сюжет, который мы скорее всего не осмысляли. Мы теперь его начинаем замечать через эмоции и изучать. И помним, что когда нас что-то волнует, нас не волнует то, что нам не важно. То, что страшно, то и важно. Давайте запомним эту фразу. По-моему, она ничего. Почему не успокаивает чай и практики релаксации или отвлечения? Хороший вопрос. Вы могли бы мне его задать, я предупрежу этот вопрос и отвечу. Значит, смотрите, когда мы не осмысляем то, что нас волнует, просто релаксация снимает тревогу как реакцию физиологическую в моменте. Мы помним, есть каскад эмоционально-смысловой и телесный ответ тревожный. Здесь мы успокаиваемся, но нового понимания, почему мы разволновались и что с нами происходит, мы не получили. Поэтому релаксация и отвлечения и успокаивающий чай помогут ситуационно, как головная боль, которую снимают обезболивающим, а надо лечить другую причину, почему головная боль возникла. Следующий этап психотерапии тревожности и вообще в любой психотерапии это когда вы начинаете систематизировать то, что вы понаблюдали в виде эмоций и концептуализировать. И мы здесь делаем то, чего не делали раньше. Если мы эмоции не замечали и не изучали, то мы их изучаем, мы их намеренно ищем и мы действуем по такому принципу. Слышали, наверное, фразу «не так страшен черт, как его молюют». Замечательная психотерапевтическая модель. Смотрите, что получается. Я должен проделать некий путь по приближению себя к черту, чтобы на каком-то уровне я бы увидела, что черт не так страшен. Без этого потенциально тревожного пути, если мы будем закладывать понимание, что допущение, что мы будем волноваться, мы смелее этот путь пройдем. Но в итоге наша смелость с элементами тревоги вкупе приведут нас к тому, что мы получим возможность информировать себя, что перед нами такое, и дать этому название. Я в конце приведу логическую модель, принцип мышления, как работать с тревогой, и мы с вами пройдемся по нему вместе, вы лучше поймете, про что я говорю. Так вот, мы с вами изучаем, ориентируемся и действуем. То есть, если лимбическая система говорит, не иди туда, не ходи, вообще тебе будет страшно, не бери ты второй отдел, ты бухгалтер, ты вообще как бы иди в свои рельсы, по старым рельсам езжай, одно и то же повторяй и добивайся четкости. Нет, мы говорим, я хочу понять новое, научиться чему-то более оптимальному, мне надоело это одна и та же рутина, и вообще я тревожный человек из-за этих ваших рельс туда-сюда обратно. Кстати, мы говорим про цепочки нейронов в голове, которые, вот как и мы вот эти квадратики рисовали, такие как надгробные плиты, черное, белое, вот это все, они также прописываются у нас в голове, и чем чаще мы повторяем одни и те же принципы, тем чаще они выходят к нам на помощь. Вообще мозг такой ленивый товарищ, он очень любит повторения, и чтобы на всякий случай нас защитить, и так вот от нового себя отгородить и от возможных рисков, тем более, если мы их активно на все флажки ставим, как на опасное, защитить нас, он будет нам предлагать старый сценарий, а наша задача преодолеть старый сценарий, и на самом деле это новый навык, это новый навык, который мы можем себе подарить. Такая немножко ремарка, по сути, очень важный вопрос. Если, так сказать, категоризировать, грубо говорить, то у нас есть два режима мышления, грубо говорю. Пусть на меня нейробиологи тухлыми помидорами не кидаются. Я это называю один режим с лампочкой, второй без. Режим мышления с лампочкой это когда мы, сначала без лампочки я пишу, без лампочки это когда мы думаем, как думается, и делаем, как делается. То есть мы не поддаем осмыслению, то есть проведению через нашу префронтальную кору анализ вообще вопрошающий. Так мне делать, не так, куда я иду, что мне надо здесь понять. Вообще, то ли я понял вообще, когда зашел в эту ситуацию. Этого не происходит. Человек руководствуется старыми выстреливающими мышлениями, которые подсовывает лимбическая система и память, и все. И это режим мышления без лампочки, без осознанности, без критики над, без осмысления того, как мы мыслим. В грубом приближении это что-то типа того, мышления, когда без знаний, без вот этого вот, без эстетики, что ли, мышления, без управления этим мышлением человечество могло верить в заблуждения очень активно, как-то ведьмы, там еще всякие предсказания и так далее, и так далее. То есть это вот та эпоха мышления. Мы же сейчас с вами переходим в ту эпоху за счет активно развивающихся индустрии, цифровизации, увеличения скорости нашей жизни, где навык осмысления того, как мы мыслим, очень важен. И он и есть, то есть подвесить лампочку, то есть подсветить вот этой вот фонариком нашего десантника то, как мы думаем, и начать это как-то понимать, осознавать, концептуализировать. И это навык. Это называется метакогнитивный навык. Мета по-гречески над, когницио это мышление познавательной функции. Получается, я мыслю над тем, как я думаю. И вот к этому навыку мы стремимся и с помощью него, это вот та самая наша любимая префронтальная кора, и мы будем способны преодолеть тревожность. И навык, как и любой, он формируется за счет повторений, интенсивности, частоты, все знают, что пресс не накачать в один присест, это делать нужно регулярно. Регулярно идти навстречу с этим чертом, которого молюют и который не так страшен. Регулярно задавать вопросы, а что я сейчас почувствовал, что я понял, как я сориентировался, что я еще здесь должен понять. Ну и, конечно же, через понимание приходит успокоение. и по сути вот эта пластичность, о которой говорят нейробиологи, адаптивность, о которой говорят психологи, антихрупкость, о которой говорят футурологи, экономисты, философы, это как раз вот этот навык распознавания собственного мышления, его корректировки за счет осведомленности, что же происходит в ситуации, в которую мы попали. И пока мы работаем с тревогой, с людьми, и они потихонечку начинают сами собой руководить, не так руководить, как бухгалтер по жесткому регламенту и рельсам, шаг влево, шаг вправо, расстрел, черно-белое, а совершенно по-другому, когда через понимание тонкости устройства, ситуации, в которые ты попал, и как ты сам себя чувствуешь в этой ситуации, и что вообще происходит у тебя внутри, то это нам приносит иное понимание контроля. Контроля, который не внешний, в виде этого регламента, правил, расписаний, упорядоченного какого-то там плана, а совершенно иное. через понимание мы формируем вот эту иерархию дел, последовательность событий, оцениваем самих себя, свою оценку адаптируем, модифицируем, изменяем. И что говорят вот в таком режиме мышления люди, которые все это проделывают? Больше знаешь, лучше спишь. Люблю эту фразу. Тревога меня развивает, тревога двигатель прогресса. Я не могу этого сейчас понять, но скоро разберусь, говорят люди, которые в этом ключе уже. То есть там нет этой категоричности, раз я не понимаю, значит, я этого не пойму или не буду этим заниматься вообще. Люди начинают больше себе доверять. Они не с аутсорсинга себе заимствуют эту безопасность, как бабушка, которой внучка на самом деле была в ответе за ее тревогу, или как бухгалтеру, которого план был в ответе за его тревогу, а я сам через понимание ситуации, в которой я нахожусь, и через понимание собственной системы своей личности, так скажем. Вот и получается стрессоустойчивость, пластичность и защита от расстройств. Почему я здесь Будду нарисовала? Вот мы пазл собирали, помните, как наш десантник карту собирал? Вот, пожалуйста, он собирал карту нелинейно, поочередно, хаотично. Это нелинейный процесс, то, о чем я говорю. Как выглядит хороший перфекционизм? Хороший, плохой и злой мы с вами описали. Есть предположения, ребят? Помните, вот по системе этих двух коробочек, как мы здесь с этими категориями поступим? Есть предположения? очень частый ответ. Спасибо. Сейчас прокомментирую. Есть еще варианты? Да. Что-что? Чуть погромче. Александр, у меня тут диалог с аудиторией, можно микрофон? И очень, кстати... Да. Есть интерес, когда это видит хорошим и злой на хорошем. Так, надеюсь, я поняла вашу мысль. Все, Александр, уже теперь сюда. Девушка в синей маечке. Давайте я отсюда пойду. Давайте. Так удобней. Давайте. Маленький. Да. Просто поле. Вообще пустота. Вообще полная неопределенность, да? Так, хорошо, отличный вариант. Сейчас все прокомментирую. Давайте дальше. Тоже хорошее. А, будет только белый? Потому что это какой-то оптимизм такой. Все вообще, все идеально. Кто? Еще? В левом варианте возможен и черный, и белый. В какой в левом? Ну, в смысле справа есть хороший исход, а слева и черный, и белый. То есть, вариации позитивного итога возможны. А почему? Как вот так вот философский вопрос. так как мозг уже хороший вариант рассматривает, то из любой ситуации, то есть, мы допускаем вариации, то есть, и то, и то может быть отхождение от плана, соответственно, любой исход может быть либо там полуположительный, полуотрицательный, либо туда-туда. Так все-таки остается чернота, белота? Да, конечно. Ну, опасения есть, и боязнь, она никуда не делась. То есть, мы себя обезопасиваем, но даем возможность совершить ошибку. Супер. Правильно. Еще варианты. Кто еще? Я сейчас все прокомментирую, ребят. Есть? Ага. Ну, может быть, черный квадрат будет в белом находиться. Внутри белого. Внутри белого. Малевичу надо было идейку подкинуть. Неправильно он человека понимал. Хорошо, давайте я прокомментирую, ребят. Смотрите, действительно, поскольку мы начинаем более дифференцированно мыслить, и мы, присутствуя в моменте, получаем больше информации, у нас границы черноты-белоты размываются. И чем гуще, тоньше наше детализированное понимание, которое служит тому, чтобы мы успокоились, тем меньше промежутки между черными и белыми квадратиками, и в итоге они превращаются в градиент. Ощущение неопределенности, страх неопределенности, который, по сути, по результатам своим и являет тревогу, исчезает, потому что мозг научился постоянно уточнять и дополнять свое понимание. И в процессе, когда он это делает, он уже успокаивается, даже если не достиг идеального понимания белого или черного и не отнес еще ни туда, ни туда эту информацию. Так что все ваши варианты очень близки и в итоге согласны, что такой вариант красивый, да? Будем на него ориентироваться. И вот здесь количеством стрелочек как раз показывает то, густота информации увеличена. И получается вот эта переходность, нет вот этой неопределенности, она все время стремится к нулю. И вот мне очень понравилось, как молодой человек сказал, что поскольку понятного становится больше, я больше понимаю, что я могу эту неопределенность терпеть. Помните, в первых двух вариантах распределения информации мы говорили, что тревожной бабушке нужно 200% гарантий, как от холодильника. У меня есть пациентка одна, она говорила, она с ее разрешения говорю, она рассказывала, вы знаете, я вначале, когда только к вам пришла, я мужу своему говорила, ты мне должен дать гарантии, что у нас тревожная, что у нас должна быть дача, квартира, у ребенка возможность учиться в Британии, иначе я за тебя не выйду. Он от нее закрывался на кухне, нервно курил и кричал, я тебе не холодильник, чтобы гарантии давать. Ну, это вот вариант тревожной бабушки, еще один пример. Так вот, мы переходим, там было 200%, то есть эту женщину надо было так успокоить, чтобы она в белую коробочку положила этот весь смысл. Каждый понимает, как хочешь. Ей нужна была информация о гарантиях материальных, коллеги. вот, и, соответственно, во втором варианте про бухгалтера нам нужны были стопроцентные гарантии, опять-таки, так скажем, потому что все категорично, то есть дело должно быть сделано идеально, по плану. Здесь, вот как мыслит креативный, осмысленно тревожный, деятельный и постоянно развивающийся человек, у него распределяются проценты таким образом примерно 70 на 30 или 65 на 35. 65 процентов примерно я могу понять, осмыслить, предвосхитить и немножечко так вот нащупать своим умом. Это нормально. Мне 100 процентов не надо. Я научился, что я в моменте хорошо ориентируюсь. И 30-35 процентов психика уже как усвоенное понимание отдаёт на то, что будет неопределённость. То, что я попаду во что-то, что я не смогу предвосхитить. Это и есть толерантность к неопределённости. Вот наш любимый мозг, префронтально. Значит, лимбическая система говорит «Опасайся! Бей, беги, замри! Там сова на тебя сейчас слетит с обоев или дача растворится, машина утонет, обучение в Оксфорде вообще никогда не случится. Катастрофизация, бабушка там напридумывала все возможные перипетии, которые с её внучкой могут произойти. А бухгалтер не справляется. Когда мы усиливаем нашими навыками совладать с тревогой, осмыслять её, понимать, что к чему, усиливаем префронтальную кору, то мы тормозим нашу лимбическую систему и та история, которая в ней была записана, как карта про нас самих, про наши ценности, про наши страхи, про наши управляющие нами рычажки, она перезаписывается, она оптимизируется. Помните, я вначале говорила, что я тревожна, я действительно тревожна, я всегда волнуюсь, но принцип, о котором я говорю, помогает пребывать в этой неопределённости, выходить к вам, потом выходить ещё кому-то, каждый раз с азартом вовлекаться в новую ситуацию, которую приносит пациент. У меня есть 65% представления о том, что в целом я смогу справиться, и всё остальное отдано на неопределённость, где можно с азартом импровизировать. Сейчас ещё, если кто смотрел фильм, сериал «Миллиарды» называется, там есть один очень умный миллиардер, бизнесмен Бобби Акселерот. Я не могла не пройти мимо, сделала скринчики из этого первого сезона, по-моему. И вот он говорит как раз то, что мы сегодня с вами обсуждаем, дорогие друзья. Большинство людей пытается бежать от страха, изгнать его из своей жизни максимально быстро. А я его культивирую, пытаюсь его распознать, организовать и использовать. Вот наши с вами этапы заметить, изучить, применить. И поэтому до сих пор жив сейчас, потому что слушаю свои страхи. И я не успокоюсь, пока я не узнаю, в чём дело на тот момент, когда он со своим партнёром говорит, вот что говорят мои пациенты. Вначале, когда они не хотят замечать тревогу, они от неё бегут, они её боятся, они от неё отстраняются, они говорят, тревога – это проблема, излечите меня от неё. В середине терапии, когда мы начинаем с ней взаимодействовать, с чёртиками дружить и видеть, что они вообще никакие не чёртики, тревога становится препятствием, потому что она ещё проскальзывает. Это как если бы вы учились играть на музыкальном инструменте и на середине пути, там где-нибудь за два года или за год, вы были бы меньшим мастером, чем через два года, как промежуточные, переходные этапы. И когда уже этот принцип, когда мы распознаём, изучаем, применяем, становится таким базовым трендом в мышлении человека, который он активно себе присвоил, и я очень надеюсь, что вы уйдёте с этой идеей сегодня отсюда, они говорят, что тревога это мои дела, потому что всё, что подсказывает лимбическая система, наша эмоциональная зона подкорковая, это наши ценности, наши страхи, это то, что нас волнует. Каждое утро просыпаясь, я задумываюсь о том, что меня волнует, и именно этим я занимаюсь в этот день. И таким образом тревога нас развивает. Дорогие друзья, я вам сейчас расскажу формулу работы с тревогой, и мы потом, используя её, с кем-нибудь из вас разберём кейс. Хорошо? Итак, тревога проходит тогда, когда мы её заметили. Вот она, наша лампочка, наша светоосознанность, метакогнитивная позиция. После того, как мы её заметили, мы признали себе, то есть мы включили префронтальную кору. Мы из вот этого крутежа, который в лимбической системе происходит, сознанием дела перешли в активный управляемый ручной режим. Летали на автопилоте, я люблю тоже эту метафору, но такой у вас был маршрут ограниченный, да, из Москвы в Калугу, ну, или там, ещё куда-нибудь. Всё. Как только начали, перешли и в наручной режим, немножко шатает, да, обычно, но потом мы, набираясь виртуозности за счёт чистоты этого проработки, навыка, мы становимся более искусными пилотами. Здесь так же. Дальше. Растревожились, заметили и сформулировали предварительный вопрос. Что это такое? Вообще, куда я попал? Что за ситуация? Почему я разволновался? Любой вопрос, который может приблизить вас к пониманию. Тот, знаете, очень, кстати, помогает, здесь мне лично, и я приведу вам как пример, клиническое мышление. Когда врач смотрит на пациента, он делает общее заключение, какую-то догадку, это называется дифференциальный диагноз, предположительный ещё диагноз, как бы примерный диагноз, а потом, чтобы его уточнить, ему нужно дособирать информацию. То есть та ситуация, в которую вы попали, скорее всего, состоит из блюзивной, развивающей мозг процесса. Вот здесь и лежит ваша креативность, дорогие друзья. Вы получаете информацию, информацию больше, вы осведомляете себя, вы преодолеваете неопределённость, осведомляя себя о том, что происходит с вами и с ситуацией, в которую вы попали. Это основной принцип, который за мою практику я попыталась вот так сформулировать. И понятное дело, что это всё нейробиологически основано. Что происходит, когда мы размышляем о том, что происходит и наконец-таки делаем? Наши нейронные связи, которые были, помните, в первых двух вариантах перфекционизма, ригидными, шаблонными. Эти схемы такие достаточно простые, будем говорить, лаконичные, несложные. Они очень, вы знаете, поскольку мозг пластичен, всё в мозге обслуживает целесообразность. Если система часто активируется, значит, её обслуживает большее число нейронов. Если мы часто избегаем, то чаще будут включаться системы избегания в мозге, цепи, обеспечивающие этот механизм, и нам будет всё сложнее волевым путём, нашей префронтальной корой, это остановить. Поэтому здесь нужно немножко сознательного преодоления. И когда мы начинаем иначе разбираться в ситуациях и предпринимать новые действия, мы получаем новый опыт, и у нас нейрончики пересоединяются иначе. Раз, возникают новые, соединяются друг с другом. Два. То есть когда мы... Какие процессы саму тревогу гасят, я вам как психотерапевт скажу. Гасят тревогу уже то, что мы пытаемся с ней что-то сделать. И тем более её гасит то, что мы разобрались. И даже если мы не разобрались на 100%, то там 80-90 нашей психики уже достаточно. Вот. И классно, если вы придумаете такой вопрос, а этот навык усовершенствования, постановки вопросов, он у вас будет улучшаться, да, он будет оптимизироваться, если вы будете этот навык развивать. и вы быстрее будете ситуацию щёлкать как орешки, вы будете быстрее подбирать нужный вопрос, чтобы успокоиться. Возможно, вам суммарно нужно себя осведомить по этому вопросу. Или какой-то один вопрос будет, ответ на него будет конечным, знаете, лаконичным, завершающим ответом, точкой в этой ситуации. Либо вы поймёте, что система сложнее, чем простая логическая цепь, и она смыкается с другими буквами Т, и вам нужно думать ещё. Вы поможете своему мозгу тем, что вы будете формулировать новые дополнительные вопросы, о которых он будет думать в двух режимах, бессознательном и осознанном. Любая проблема решается так. Нет ничего линейного в мозге. Даже если представить количество соединений и нейронов, просто вообще даже невозможно представить линейные процессы там. А перфекционисты наши хотят линейные процессы. А это не очень биологично. И поэтому они в расстройство впадают. А мы как раз про креатив, про неопределённость, про 65 и 30%. Дорогие друзья, используйте эту формулу. Надеюсь, она вам пригодится. И напоследок Рене Декарт. Все слышали фразу «мысль следовательно существует, существую». Но не все помнят, что в начале самый важный кусок. Сомневаюсь следовательно мыслью, мыслью следовательно существую. Но как вам скажет тревожная бабушка, я постоянно сомневаюсь. Я так сомневаюсь, я очень всего боюсь и постоянно сомневаюсь. Не путайтесь с тем сомнением, которое тревожное, нагнетательное, заблужденческое, бесконтрольное. Здесь Рене Декарт скорее всего имел в виду вопрошение, постановку вопроса, любознательность, заинтересованность, вовлеченность, сопричастность. Вот это все, вот про это мы и говорим. И помните, да, что счастье не в конце пути, это философия западноевропейская, а счастье и есть путь. Поэтому для меня счастье, дорогие друзья, что я сегодня с вами, что возможно то, что я сегодня говорю, мне лично как специалисту и популяризатору науки поможет еще лучше формулировать свои мысли, преодолеть часть своей тревоги, оптимизировать какие-то детали моей психотерапевтической работы и что-то придумать еще, потому что взаимодействие с этим неопределенным у меня, как и у вас в голове, формируются вот эти густые нейронные сети. И я надеюсь, что когда-нибудь они еще чем-нибудь интересным выстрелят. И также надеюсь про вас. Я предлагаю кому-нибудь из вас, ребят, во-первых, тревожьтесь на здоровье и приглашаю обсудить какую-нибудь вашу тревожную проблему, чтобы мы с вами на практике попытались вот этот наш принцип, нашу формулу обсудить. Есть желающие? У меня подарочек есть. Что нового ты узнал за сегодня? Классная сумка. Прям в тему. Вот, молодой человек. Еще один. Ага, вы оба? Ну, мне кто-то один нужен. прошу, садитесь. Так, давайте я верну вот эту штучку, может, она нам поможет. Хорошо? Как вас зовут? Садитесь, пожалуйста. Можно микрофон нам? Садитесь, пожалуйста. Во-первых, благодарю за смелость и заинтересованность. Для меня прям это подарок. Мне очень приятно. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Илья. Илья. Я учусь на первом курсе ОРМ. Вот, и сейчас у меня вот такая небольшая напряженная ситуация есть в том, что я делаю проект, собственно, делаю скульптуру «Ботанический сад». И вот у меня вот такая очень большая тревога с тем, что мы не успеваем по срокам, а надо ждать еще две скульптуры. Так, смотрите, вы заявили проблему, да? Вы ее назвали. По сути, вы первые две части в формуле сделали уже. Следующий этап это изучение системы, как она устроена. Значит, вот я буду задавать вопросы, и мы на примере этого будем понимать, вот я их буду придумывать сейчас, чтобы лучше понять, что вас волнует, и возможно вам подсказать. То же самое учатся делать пациенты на психотерапии. Какой срок, кстати? Срок, собственно, до конца июля, насколько я помню. До конца июля. Сколько скульптур? Еще две скульптуры нужно сделать, но, к сожалению, там объем работы очень высокий, и делаем мы их из металла, поэтому там и сварка, и очень много всего. Это чисто технически неосуществимо за полтора месяца. Технически это осуществимо, проблема в том, что у нас нет сварочного аппарата, так что если у кого-нибудь есть сварочный аппарат, то милости прошу. Хороший способ, да, краудфандинг, замечательно. Так, хорошо. А в чем ваш страх сам, собственно, заключается? Собственно, страх не успеть, потому что две скульптуры, но с учетом того, что мы все-таки еще творческая мастерская и у нас еще очень много работы, помимо проекта с ботаническим садом, а именно большое количество изделий, которые нужно делать и так далее, и так далее. Собственно, задача успеть как-то распределить время, и это очень трудная задача, особенно с учетом того, что у меня знакомый, вот, ну, коллега сломал ногу. В чем сам страх, что вы не успеете? Чем это чревато? Чревато – это провалом проекта моей жены, собственно. Проекта кого? Моей жены. Вашей жены. Так, значит, смотрите, мы открываем новый фрактал, вот, замечаете, да, фрактальчик, вот эти вопросики, открываем новый фрактал, новый уровень понимания проблемы, что дело, на самом деле, не в самой скульптуре, по сути, а дело в отношении с женой. Что будет, если провалиться из ситуации? Ну, она явно очень расстроится, да и, в принципе, наше творческое объединение тоже, тоже есть еще одна проблема, если мы не успеваем это сделать, в том, что у нас сейчас, получается, идет сотрудничество с золотоническим садом и, соответственно, с Новым университетом, и есть шанс того, что у нас потом будут заказывать культуры, а если мы не успеем, то этого, естественно, делать никто не будет, потому что мы не выполнили свои обязательства за определенный период времени. Смотрите, мы немножко смешали бульдога с носорогом, это отношение с женой, ну или, собственно, ее система ценностей, которые вы, возможно, с собой соотноситесь, нормально, как нормальный муж, так? Да, но просто самая большая проблема в этом, то, что это ее самый большой проект, ну, по крайней мере, за весь период обучения и все остальное. Что это значит, вот, если он для нее лично, как вы понимаете эту систему? Для нее лично это самое выдающееся, что у нее было за все время. Так, если это не случится в том виде, в котором она хочет, чувствуете перфекционизм, коллеги? Я без цинизма и критики, я говорю про то, что вот мышление очень хочет конечного результата, там лежит уже очень большие риски для себя. Вот. Что будет с ней, если не получится? Или вообще психика не хочет такой вариант рассмотреть? Ну, собственно, с учетом того, что этот проект сделан по гранту развития университетской территории, то это провал гранта и неполное его выполнение, что, собственно, влечет за собой ее карьерные проблемы в будущем. Поэтому нужно сделать... Понятно. Насколько они прям угрожают ей сильно-сильно? Ну, естественно, этого никто напрямую не скажет о том, что кто-то что-то угрожает. Вот. Но просто если у тебя есть законченный проект, законченный грант, то в будущем тебе гораздо проще получить новый грант, чем у тебя есть какой-то незаконченный или провалившийся. Понятно. Получается, ставки все на одно. Понимаете? Вот как раз черно-белое мышление. Так немножко... Я параллельно еще комментирую. Потому что немножко сложная система. Мы сейчас не обсуждаем не вас, а другую систему того человека, которого здесь вот у нас нет. Мы не можем непосредственно у нее вопросить. Да, я слушаю вас. Вы не против, если вам вопрос зададут? Пожалуйста. Плачевно, в вашем случае, но есть же вероятность, что этого и не будет. И если там вы условно просрочите на неделю, на месяц, это будет приемлемо для второй стороны. То есть насколько все-таки реальна та опасность и угроза? Сейчас, секундочку, вы готовьте ответ, а я прокомментирую то, что говорит коллега из зала. Вот это как раз пример уточняющего вопроса. Молодой человек продолжает погружаться в разные структуры и системы, чтобы нам было понятнее, как она устроена, чтобы мы поняли, что нам делать. И он задал как раз таки уточняющий вопрос, чтобы понять, насколько вот эта вот система оценивающая страшная черная такая, как этот Дамоклов меч страшна. И насколько она ригидна, не пластична? Давайте расскажите нам. Ну, собственно, дело в том, что ей нужно сдавать отчет, и отчет, к сожалению, сдается один раз, и потом, если мы доделаем, то мы доделаем, но уже не в отчет, скажем так. И то, что отчет уже сдан, то уже считается выполненной частью проекта, а то, что мы его выполнили, уже никому не интересно, скажем так. Вы считаете своей проблемой эту проблему? Ну, я считаю это и своей проблемой, потому что все-таки я скульптор и делаю, и считаю это то, что, ну, риски это, в принципе, семейные и так далее. вот, как-то так. Скажите, а есть здесь такой элемент, что если вы не, вообще я хочу понять, это вы должны помогать ей в большей степени, от вас ожидается, как система устроена, помощь эта? На вас ответственность лежит? Собственно, ответственность лежит на моем, собственно, творческом объединении, то есть мне и двум моим коллегам. А проект жены? Проект, да, моей жены. Вот так, цепочечка такая, понятно. Ну, вы знаете, я просто, до логического мы сейчас с вами ума не доведем это, потому что это продолжительный процесс, он уже терапевтический практически. Вот. В целом, мы с вами должны дальше выяснить ваше к этому отношение более детально и попробовать, во-первых, я чувствую, что вы как бы в безвыходности. Есть такое? Безвыходность? Так. Ну, мы стараемся из него выйти, естественно, мы постоянно ищем какие-то новые вещи, что нужно сделать, как нужно сделать, может быть, как-то не использовать сварочный аппарат, а из проволоки что-то придумать. и, в принципе, понемногу это получается. Получается. Да. Но это все равно сроки, это все равно нужно все успеть. Вот. То есть, какие уточняющие вопросы, вот по уточняющему вопросу, что будет, если не получится, и вот еще у нас, опять же, уточняющие вопросы, это хватает ли нам материала и так далее. То есть, материала нам хватает, мы делаем понемножечку. Сейчас третью скульптуру уже почти сделали, и четвертая будет еще. Но вот с четвертой как раз-таки нужен сварочный аппарат, и там безвыходная ситуация, к сожалению. Безвыходная. А что бы, если будет три скульптуры, а не четыре? Тогда будет проект выполнен, но выполнен не полностью. Реализация проекта будет не полностью. То есть, есть, конечно, еще один выход, например, заменить скульптуру, которую нам поставили сейчас. То есть, это скульптура клетки. Собственно, дело в том, что клетку ей нужно сварить, а не сделать скульптуру из проволоки и гальваники. Можно, например, заменить скульптуру, попробовать, почему бы и нет, и тогда получится сделать все к сроку. Смотрите, тут мы еще, когда мы сами с собой разговариваем, важно пытаться со стороны немножко смотреть, потому что наши мысли нам будут казаться как бы оправданными и законченными. И здесь нам нужно все время думать, куда мы можем засунуть вопрос. И у меня, например, вопросы дальше уже будут. Я думаю, что мы так вот немножко, сейчас я задам его и будем закругляться, потому что время, к сожалению. Смотрите, вы знаете тех людей, которые это все оценивают и которые регламентировали, что должно быть четыре, а не три? Знаете ли вы их лично, что вы можете сказать о их характере? Могут ли они поменять критерии оценки или могут оценить три скульптуры за четыре? Или элементы трех скульптур за четыре, если это такая ригидная система? Как мы можем использовать тот ресурс в виде знакомств, связей или понимания тех людей, которые нам все это реализуют, оценивают нас? Это новое направление в мышлении. Как можно, грубо говоря, договориться с теми людьми, которые это оценивают? И отдельный вопрос, отдельный вопрос, как супруга может смотреть на это иначе, но это к ней вообще вопрос, да? Вот, например, товарищи... Уточняющий вопрос есть. Можно? Можно. Опасный микрофон. Здравствуйте. У меня буквально маленький вопросик такой возник. Может быть, я что-то прослушал. А вот сварочный аппарат, он нужен какой-то особенный, его так просто не достать? Я правильно понимаю? Нет, почему? Нужен обычный, просто у нас его в принципе нет. Вроде бы это не такая уж и проблема купить сварочный аппарат. Проблема купить сварочный аппарат в том, что бюджеты как бы не позволяют. Бюджеты были выделены на проект, но они были выделены на материалы для проекта. Нужно взять в аренду сварочный аппарат. В столь парке там очень даже просто делается это. Кстати, про аренду мы особо не думали и можно будет думать. Прикольно, прикольно. Вот решилась одна из проблем. Здорово. Слушайте, ну давайте мы закруглимся уже. В целом принцип понятен, да? И когда мы становимся активными участниками собственного мышления, мы в итоге находим, мы формулируем вопросы и в итоге на них находим ответы. Спасибо вам. Да, спасибо. Сейчас я вам подарочек подарю, не уходите. Я думаю, сварочный аппарат сюда не поместится, но премия, которую вы получите, да, там или награда, точно. Спасибо вам. Спасибо.